Привет, друзьяшки! У нас сегодня на повестке дня сутранэти. Вам Игорь сейчас все расскажет на серьезных щах, как это делается, по всем логическим правилам. А потом вы посмотрите, как я, лошара, буду первый раз в жизни делать сутранэти. Оставайтесь. Сегодня учимся делать самую чудодейственную шаткарм сутранэти. Очищение носовых проходов. И, друзья, с помощью этой практики вы избавитесь от заболеваний носоглотки и простудок. И к вам приставать будет очень-очень редко. Только сильно вы должны напрячься и может быть. Но не уверен, потому что на протяжении многих лет я чувствую себя прекрасно и выполняю эту практику. Кроме всего прочего, в полости носа, носоглотке находятся нервные окончания и энергетические центры, воздействием на которые мы стимулируем нашу нервную систему и тем самым преобразуемся не только на физическом уровне, но и на ментальном. Противопоказанием для выполнения сутранэти является наличие полипов в носоглотке, либо воспаление пазух. В эти моменты выполнять эту процедуру не стоит. Итак, переходим от слов к делу. Не так страшен черт, как его молюют. С утра называется вот такой вот резиновый шнур, либо шелковая нить. Можно купить в йога-центре у нас в России, но дешевле всего и более раскостренны, конечно, в Индии. Этот шнурочек необходимо промыть соленой водой, после чего берем рукой и вставляем осторожно, медленно в ноздрю. И не травмируя слизистую оболочку носа, потихонечку проникаем глубже и нащупываем проходы. В конце концов, она должна выйти в глотку. После того, как мы захватили шнурочек из глотки, делаем 20-25 движений туда-сюда и переходим к следующей ноздре. Субтитры подогнал «Симон» Вынимать шнурок можно как через глотку вниз, так же можно обратно через нос. Это не имеет значения. Выполнять, как и все практики, стоит с утра на голодный желудок, потому что возможно проявление рвотного рефлекса, и при этом, если вы много покушали, естественно, пища у вас будет выходить. И если вы хорошо освоили с утра на эти, можете уже купить себе чайничек и выполнять джала на эти, и не будет никаких побочных эффектов. А сейчас наш новичок Люба Шаталова попробует выполнить с утра на эти. Посмотрим, поприветствуем и пожелаем ей доброго пути в йоге. Привет, друзьяшки! Я так волнуюсь! Ну, посмотрим. Покручиваем. 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 Когда поцеплять? Открываем рот и пальцами нижней руки стараемся нащупать конец шнурочка в носоглотке. Дубль. Если шнурочек упирается у вас в пазух или в проход, тогда начинаем вращать. Ну, получится, конечно, не с первого раза. А как вынуть, не понимаю, не чувствую. Сейчас будет дубль три уже. Следует добавить, что шнурки могут быть разного диаметра, и вначале нужно выбирать, конечно, меньше, может быть, два миллиметра. И опытные уже йоги, которые делают давно в Сатронете, до пяти миллиметров может шнурок проходить. Конечно, резиновый намного удобнее, нежели шелковый. Вот оно. Свершилось чудо. И Люба с первого раза научилась делать Сатронете. Не болейте. Напоминаю, что йога – это не просто упражнение, а путь к единению со вселенским сознанием. И поэтому мы идем дальше, практикуем пранаяму, медитации. И чтобы заниматься этим, нужно свободное, чистое дыхание. И Сатронетти – это первая ступень к этому. Друзья, мы ждем вас на нашем канале. Подписывайтесь на Скайтрамп. Ставьте колокольчики. И пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть по вопросам йоги, путешествий, гор на нашем канале. Мы работаем для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok